Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это игра TerraTech, и мы продолжаем! Огромнейшее спасибо вам за ваши комментарии, лайки и вообще, вот ваше внимание к этой игре, это очень радует! И вот в последнем видео, где я показал платформу, я так подумал-подумал, что я не буду давать ей название, потому что я даже не буду скидывать вам саму эту постройку в этом видео, потому что... Постройка была, ну, как сказать, схематичная, это мой взгляд был, это не какой-то шедевр, я не давал ему какую-то душу, да, то есть я делал какую-то такую универсальную платформу, которая получилась, на мой взгляд, и вот я оставил одно устройство, оно мне уже все-таки, ну, понравилось, не знаю, такой реально проходимый джипик, так что поэтому название я не даю, но сегодня будет устройство, которому нужно будет дать название, так что именно подумайте, повнимательнее посмотрите и подумайте, как лучше назвать это устройство, которое сейчас я вам покажу. Вот оно, да, ребят, это самолет, это ракетный самолет, кстати, который немножко поврежден, я вот сейчас заметил, что одной детали у нас, одна деталь отломалась, мы сейчас быстренько его восстановим, это не критично. Это ракетный самолет, то есть ракетный, в том плане, что у него стоят курсовые ракеты, по четыре штуки с каждой стороны и хавки и турбины. Вот так вот я решил, я решил построить простой, простой в использовании и простой в постройке самолет, то есть изначально я думал, придется, знаете, как-то так наворачивать, да, что-то какое-то, придумывать какие-то технологии, что-то какие-то, развороты или еще что-нибудь, но вот эти турбины, это самые, вот эти вот, ну, как их правильно, роторные винты, они самое легкое, что есть в этой игре, серьезно. Кстати, у меня еще, я понял, почему у меня кренило, у меня еще и хвост, оперение немножко сломалось. Так вот, эти роторные двигатели, они самые легкие в этой игре, на мой взгляд. Почему? Да потому что они мощные, они занимают не очень много места, и, как видите, вот я их поставил вот в ряд, да, сколько здесь получается с каждой стороны? Шесть, значит, шесть, да, получается, ну, двенадцать штук с каждой стороны, просто двадцать четыре двигателя, где-то примерно сто двадцать миль в час максимальная скорость, но стоят, немножечко стоит реактивный двигатель, ну, вот, можно сказать, видно, да, то есть здесь один и здесь по бокам два. Все это было поставлено для тяги, да, для начальной тяги, чтобы вот для резкого взлета. Исключительно для этого было поставлено, потому что у роторов у них стабильная скорость, да, то есть, как бы, и они крутят на одной скорости, и, конечно же, мощность их падает, в зависимости от того, сколько вы блоков ставите на устройство, поэтому я по минимуму, по минимуму поставил. И по поводу крыльев сразу говорю, постарался построить в виде самолета, единственное, что вот заднее оперение вот таким вот образом стоит, да, то есть это хавки, поворотные, хавки, ну, вот, разветвленное крыло, хавки, вот, и оно именно так стоит, чтобы поворачивать, ну, то есть, в принципе, но поворот мы креном делаем, поэтому нам тут как бы не критично, мы не вертолет, мы можем и накрениться. Так, что еще? Крыльев поставил вот эти вот вентурские, они здесь, мне кажется, неуместные немножечко, но решил оставить, потому что, когда устройство, так сказать, парит, чтобы вот как раз-таки вот этих крыльев не хватало, то есть я добавил исключение для того, чтобы оно парило как можно дольше. Ну и давайте взлет, взлет у нас получается очень плавным, и если есть какой-то пригорок, да, то есть, конечно, мы там стартуем быстрее, но вот если по прямой, то мы, получается, вот, все, вот видите, прям вот, я даже двигатель не включал, я на тяге, которая разогнался просто на скорости, то есть сейчас вот подлетел, да, давайте вот посмотрим сейчас еще, просто вот вперед, и вот видите, все, то есть, как видите, плавненько все, здесь стабилизатора ни одной штуки не стоит, ни одного стабилизатора стоит вот посередине, вот такой набор батарей, два, два восстанавливающих поля, и все, в принципе. Ну, конечно, про ракеты я сказал. Ну и давайте взлетим уже по полной программе, то есть, в отрыв и... Пошел красавчик! То есть, как видите, ну, высоту набирать мы просто моментально можем, разворачиваемся мы тоже очень быстро. Пошли ракеты, минус один. Ну, понятное дело, понятное дело, что с таким количеством ракет тут, конечно, никто не поспорит. То есть, и тут что-либо сказать очень сложно. Ну вот, сейчас я не кручу двигатели, и сейчас я просто парю. То есть, вот видите, то есть, плавное падение самолета. То есть, при этом при всем, при этом при всем мы спокойно можем в любой момент подзарядить батареи таким образом. Ну, особенно если мы на больших высотах. Давайте развернемся сейчас и дадим еще один залп, который, ну, собственно говоря, будет смертельным для этого устройства. Понятное дело, да? То есть, тут даже не спорит никто. Ну что ж, вот смотрите, вот, 116, 115, 115 миль в час, 128 миль в час с включенными реактивными двигателями, и 112 миль в час просто на турбинах. Все. Добавить еще что-то? Я не знаю, что добавить здесь. Простейшее. Легко сделать. Притом, как видите, шасси стоит, ну, в гусеничной траке. То есть, тут не хухры-мухры. То есть, спокойно мы приземляемся. Как видите, он даже, ну, на земле спокойно себя ведет, но тут же взлетает с любого пригорка, так скажем. Идеально балансный самолет получился. Единственный момент, вот, как видите, вот смотрите, вот сейчас я попытаюсь его прямо выстроить, и вот, вот, летим. То есть, его нос задирается, потому что здесь стоит вот этот блок, да? Вот этот блок, вот он. Ну, вот он, вот здесь вот видно крылышки, да? То есть, немножечко посередине. Давайте даже, наверное, приземлюсь сейчас куда-нибудь. Ну, хотя, что приземляться, и так было видно, но вот давайте, ладно, вот здесь, над деревьями. Хорошо, хорошо. Мне он, он мне просто нравится, как он, ой, чуть зацепился. Склон неровный. Ну, ладно. Вот, вот этот блок стоит, который нас приподнимает, да? То есть, переднюю часть вам дает тягу на подъем. Ну, это понятно, чтобы взлетать намного лучше было. И вот, чтобы, чтобы нас так сильно вверх не несло, в принципе, можно нагрузить переднюю часть еще чем-нибудь. То есть, там, поставить пару треков, да, гусеничных, там, может быть, ракеты еще по бокам поставить. Может быть, еще что-то навесить. В принципе, нет проблем. То есть, можно, допустим, сюда вот, ну, дополнительные баки топливные поставить. Вот, кстати, вот, давайте попробуем. Вот так вот. Вот, оп, дополнительные топливные баки сейчас подвесим. Вот сюда вот. То есть, передняя часть у нас становится тяжелее. Да, взлет у нас тоже становится тяжелее, потому что, как видите, передняя часть сразу просела, видно это. Но мы с пригорка, наверное, с любого возьмем, да? То есть, и смотрим, как у нас взлет. Нет, все равно, все равно тянет. Но теперь мы спокойно можем вытянуть более, более долгий полет. Так, минус один. Хотя тут больше никого нет. К сожалению, к сожалению, сама создатели игры за счет уменьшения фпс, да, чтобы, так сказать, уменьшить фпс игры, точнее, сделать его больше, да, то есть, чтобы и лаги уменьшить, они убрали спавн мобов. Как бы это объяснить-то? Потому что раньше же в старых версиях было так, что вы вот, заспавнился враг, и он здесь остается. Вы от него уехали, но он остался там. То есть, вы можете в любой следующий момент приехать там, ну, знаете, перестроить свое устроиться, подзарядиться или еще что-нибудь, и вы отомстите ему, так скажем, да? Сейчас же нет. Сейчас вот такие рандомные враги, которые падают с небес, они, к сожалению, к сожалению, они не, ну, они пропадают, в общем. И я так понимаю, что остаются, остаются только по заданиям. Поэтому мы, наверное, сейчас давайте попытаемся взять какое-нибудь задание, вот, к примеру, вот какое-нибудь из этих, и попытаемся, допустим, вот, нет, вот, вот это задание, и попытаемся его сейчас выполнить. Прямо вот, ну, вот, так скажем, на этом самолете. Посмотрим, что у нас там. Фух, как вытянул, прям тяжеловато. И это здесь не получится, потому что это нам нужно будет, знаете, защищать дружка. Хотя, почему не получится? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Прямо... Ох, 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 ребят. Все, разбился. Нет, нормально. Нормально, нормально получилось. Так. Успокойся, пожалуйста. Давайте взлет. Максимальный, максимальный взлет. Максимальный взлет и максимальное падение сейчас. Пошли. Бух. Минус один. Ну и, в принципе, в принципе, таким вот ходом можно... Пошли. Просто перезарядка, перезарядка ракеты, ракеты, ракеты. Нет, не успела перезарядиться. Мы просто можем накручивать вот такие круги и... Ох, и у меня сейчас появилась идея. У меня появилась идея. У меня появилась идея построить самолет, у которого будет... У которого будет по бокам стоять ракеты Хавкей. Точнее, не Хавкей, а Вентура. Ракеты Вентура, которые... Благодаря которым мы сможем... Как бы это сказать... Лететь боком, да, и стрелять во врагов. То есть вот, ну, пролетая вот так вот, допустим... Сейчас, давайте у нас развернемся, развернемся, развернемся. И, к примеру, вот так вот пролетая над врагами и... Пу-пу-пу-пу-пу. Ракетами стрелять боком. Это интересная мысль на самом-то деле. Кстати, там вот сейчас под нами еще какой-то... Оп-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот там, видели? То есть, с щитами прям. Когда много врагов, сразу ты думаешь такой, что... Блин, Хавкей не хватает. Воу. По-моему, я попал же... Сам ударился об свою же ракету. Черт, 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 черт. Что-то пошло не так. Да, смотрите. Боковые крылья. Я просто сломал боковые крылья. И все, взлет... Взлет у меня сразу же... Перестал. Хм. Так, ну, мы всегда сможем восстановиться. Потому что у нас... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай. Что, я не могу взлететь вообще? Смотрите. Смотрите. Оторвало... Оторвало вот сбоку крылья. И все. Я взлететь не могу. Интересно. То есть, все. Мощности, смотрите, не хватает. А, нет-нет-нет. Оооо. Я... Я прям калека взлетел, но... Тяжко, конечно, тяжко. Блин. Прикольно. Но... Сейчас я понимаю... Ооо, нет, он не парит. Да-да-да. Давайте приземлимся. Аккуратненько, аккуратненько приземлимся. Ой. Понятно, что... Сейчас я понял, что минус, так скажем, нашего устройства. Оно слабовато против многих целей. Да? То есть, против множества целей оно слабовато все-таки. Потому что ракеты пускают... Пускают залп в одну цель. А целей сейчас, вот, допустим, было, ну, довольно-таки много. И это, конечно, не очень хорошо. Но теперь хотя бы я немножечко разобрался против, кого мне применять наши... Наши орудия. Так, есть минус один. И вот давайте добьем последнего. Последнего добиваем и... Можно сказать, это устройство у нас... Нет. Блин, опять не попал. Ха, смотри, чё. Так, сейчас. Вот, перезарядка. Есть. Бам, готово. Да, нужно делать устройство... Нужно будет попытаться сделать устройство, которое будет штурмовым. То есть, которое сможет наносить урон многим целям. То есть, не... Блин, опять я падаю и неправильно приземляюсь. Ну, ладно. Которое сможет наносить именно... Многим целям и постоянно урон, а не вот такими заходами. Это вот интересно. Надо будет попробовать. Ну, надеюсь, вам это устройство понравилось. Если оно вам понравилось, то, ребят, пишите обязательно в комментариях свои варианты. Предлагайте свои варианты построек. Может быть, что-то особенное. Может быть, какие-то у вас есть идеи или ещё что-то. Я обязательно все комментарии прочитаю. И обязательно выберу в следующем видео... Прошу прощения. И обязательно выберу в следующем видео название. Название, которое вы придумаете для этого великолепного самолёта. Потому что, ну, мне нравится. Мне нравится на нём летать. И он прям такой, ну, агрессивный, конечно. Всем всего удачи и пока.